ну что всем привет добро пожаловать на новое видео начинаем подготовку к граунду граунда у нас в начале августа как обычно и в конце августа будет еще солянка на которую соответственно я тоже поеду еще попутно на следующей неделе я планирую съездить на эстетику не на своей машине потому что по финансам это выходит дороговато большую часть там всяких мелких я стараюсь посещать вот в процессе сезона но когда как машина в принципе полностью готова кстати продал я наконец-то акустическую полку эту поставил сейчас эту шторку поставил временно свою старую полку голубую которая видимо от копеечного салона это от 11 копейки также потихонечку делаю дверные карты обновляю chrome задние карты уже сделал вот так дело все выглядит симпатично осталось только для пассажирскую дверь вы здесь видите как оно все было некрасиво это должно быть прям четенько гладенько давно не запускал один что машина стоит у меня на сейчас на приколе не знаю откроется не откроется уже сколько по недели две к ней подходил началась давка масла из-под датчика давления масла как ни странно это звучит датчик находится в башке над выпускным коллектором и соответственно масло попадает на выхлопную трубу так скажем на выпускной коллектор начинает вонять люто маслом паленым и может быть вероятность то что он вообще там загорится как поэтому я не рискую поставил машину ждет лучшего так скажем времени чтобы ей заняться мега пыльная стоит ужас какой вопрос посмотрите не знаю запустится не запустится так с первого раза нет ну понятное дело в неделю-две стояла блин запустилась прикольно сейчас у меня цель поехать на тройке до выхлоп 9 до 1 и постараться поставить шотган ну как одну прямую трубу в общем сейчас увидите вот и наступил еще один день подготовки к грандену занимаюсь я плотную сейчас троечка по возможности остается уже буквально дня три до выезда что я успел сделать за прошедшее время это заменить задние колодки также успешно покрасил барабаны в черный но пролетики думаю вы видели также заказал наклеечки точнее полоски но всю машину но пока это под вопросом занимаясь сейчас еще прикуривателем устанавливал бардачок хочу разместить здесь краю уже вчера на работе сделал отверстие под него взяла такой обычный гранатовский прикуриватель розетку сейчас хочу сделать нормальные провода толстые на него плюс и минус чтобы можно было и автохолодильник подключить и допустим компрессор чтобы колеса накачать и проводка не перегорела потому что ну я думаю видеть вот эти вот провода убогие это общение не алло хотя бы вот такого сечения поставить и вот тип-топ также еще я заменил антифриз тут на днях вот залил такой вот тот же которыми залиты в одиннадцатую хорошо очень себя зарекомендовал еще кстати сделал интересную приколюху восстановил дверные карты а именно вот этот весь хром скотч ну как вернее хром полоски полностью отдирал старый хром это какая-то пленка была под которой был хромированный этот элемент долго это все муторно отдирался всех дверных карт со всех четырех если что вот я не теперь смотрится презентабельно также очистил вот эти кармашки но отрывать и не стал они вроде как отстегиваться есть на пуговке но они настолько видимо проживели что лучше не трогать то что будет как у меня на водительской оторвано этого не хотелось вот зад по сути в принципе уже можно шумоизолировать стелить клеенки вот под эти вот батоны и и заправлять там за бархатки хромированный потому что за них крепится и все и собирать полностью дверные карты с ними я никаких планов больше ну нет у меня на них план а вот на передней двери по планам у меня установить электростеклоподъемники вот с такой вот функцией типа нажала стекло опускается нажала но поднимается они занимался этой крутилкой также установить соленоиды чтобы уже поставить центральный замок в двери и наверное хочу хочу сделать контурную подсветку вот так вот под дверям пустить по разе полосе этот хром будет отражаться вот красиво такую черную тонированную полоску подсветки долбануть да кто-то скажет колхоз но я прям хочу это сделать но это будет уже соответственно после ground это все сейчас мне главная задача машину собрать максимально ну презентабельно чтобы она выглядела и главное доехала по техничке но в полу технички я прям не уверен на сто процентов но все равно возможно по возможности что туда вне меняю еще буквально вот только что сходил в озон пришли мне светодиодные лампочки пойдут они получаются в подфарники я же подфарники запараллелил теперь у меня светится ну там поворотников нету полностью не как габаритки идут то есть там две лампочки которая была поворотник это габариты габарит который остался габаритом вот поставлю туда белые диодки и еще завтра по сути должен прийти контроллер строп контроллер он так называется короче подключая стробоскоп и на подфарники не знаю что это получится будет интересно такое светового шоу забыл кстати также рассказать что наконец-то я поставил номер вот такого там уже какие-то какашки на магнитике прилипки и доделал глушитель чисто убрал банку стоку которая была купил на разборке булочную пилил и варили 55 нержу диодки в подфарники я поставил есть небольшая разница вот это как будто такой более голубой этот более фиолетовый но и здесь как бы вот оба такие фиолетовые над крещенек вот этот чуть-чуть зеленит не знаю можно попробовать их переставить местами попробовать вот но пока не до этого работает и ладно я выяснил тут еще одну причину возможно по которой я у меня не работала реле на вентилятор в общем у меня бы должно под ногами валяется вот такая вот штука это если что предохранитель корпус предохранителя вот он в таком вот состоянии то есть ну это очко вот он не висел постоянно здесь он был замотан и очень осунулся он просто был какой-то неестественно закореженный проверил да это оказывается постоянный плюс то есть он идет без замка зажигания все закрутил вот он он есть уход в подкапотку посмотрел под подкапоткой это как раз таки вот тот провод которого не достану плюсовой постоянно которого мне не доставало чтобы просто поставить реле и у меня все работало вентилятор работал от реле они от этой вот кнопки принципе я сейчас могу это все дело снова сделать на предохранитель и убрать кнопку и все мне будет работать вентилятор именно от реле но это возможно буду делать позже сейчас я не хочу этим заниматься а пусть мне будут если что принудительное включение хуже от этого никому не станет вот а потом уже да можно будет убрать эту кнопку поставить хорошую релюху и все будет работать по штату но когда уже поставлю нормально лузаровский вентилятор и более маленькие шкив помпы это уже будут все после граунда это потому что тут остается дня три и так наступил следующий день а вчера сделал все что хотел провел пульсовой в бардачок теперь у меня полноценно там работает прикуриватель и горит лампочка вот так вот все дело выглядит также попутно уже сейчас и еду к саньку будем менять редуктор вчера я поздно вечером я его забрал взял шоховский а сейчас у меня стоит родной троечный но на троечной стоял докупил я сейчас очиститель карбюратора чтобы это все делать нам почистить и вот такой вот густой зиг также как у меня оказалось что сломалась упор капота сломалась сломался упор капота я офигел конечно же советский сломался просто пополам ну ладно сейчас еще попутно заеду возьму там у одного нашей перепутки нас был как его зовут клипсы порогов хотя бы штучек 5 потому что мы и все просто-напросто новодельные разломились пополам вот у меня с той стороны порог держится просто на трех клипсах это общение камильфо он не дай бог потеряется вот печально полоси еще не снимались поэтому не знаю как будет откручиваться но боль бы то они открутились на раз-два можно сказать от руки доехал сейчас до санька буду ставить клипсы пока он занимается заменой редуктора купил вот такие вот клипсы непонятного качества так это старый но в принципе вот эта пасмаска уже достается на этих она прям плану грубо говоря напаяна здесь и приходилось молотком и откусывать затачивать чтобы она хорошо заходила эти в принципе заходят бодро вкусовала здесь пищу ныть ненужные и попробуют заколотить их а вот и распаковал сейчас замшу это прообрел за 900 рублей метр как раз на заднюю полку же померялся четко встает был только такой цвет еще был прям совсем-совсем голубой но он не в кассу в принципе таким материалом если даже найти посветлее можно будет перетянуть сиденья чтобы прям вообще подходила сейчас еще померил strap-контроллер вот этот ну как померил подключал в общем этот кусок говна не работает на пульт он не откликается батарейки в нем есть подключился правильно блин я разочарован вот остается чего у нас сейчас опять проехал кстати к саньку вы вырежем полку лениров вчера купил попутно и перетянем снова динамики кинем подсветку на которую питание я уже подключил и возможно наклеим эти полосочки все-таки хочу попробовать их наклеить чтобы машина хоть как-то ярко выражалась будет колхоз приеду с дыру ничего страшного машина все равно вот будет полировать поэтому как-то так вчера съездил еще в джубку ну там нет чуть не доезжают джубки заодно проверил машину по трассе ездить 160 бодро прям вообще с кайфом туда-обратно слетала никаких косяков выявлено не было поэтому сегодня ночь на гранды стартовать можно будет смело ну вот и добрался я до своей любимой мойки потому что сегодня в ночь буквально через несколько часов выезжаем уже на сам граунд от коврики достал меньше тут перепали к халявные 50 рублей вот в таком сейчас состоянии находится салон все сейчас я еще из химии немножко почищу сиденья почищу ковролин местами полностью отплю сошу сниму пленку с экрана чтобы он прям блестел на выставке ну и также наверно потом еще поведусь всякими полирольками отмою все стекла финальный результат по полке у нас вот такой вот вышел прям смотрится по-царски прям очень мне нравится как вышла прям замша такая пол эта сетка встала прям еще так плотненько хорошо красивый блин жалко что она выцвешая немного была бы она прям с темно-синяя с белыми прям было еще кайфовее вот не за может закажу как нему себе ну и так общий вид как смотрится лакшери тонировки конечно немножко не хватает пороги все закреплены вот здесь надо будет еще заехать наверно при наставе купить один пистончик вот чтобы он так в принципе так можно доехать на выставке его поджать и все диски в порядке вчера кстати заехал на шинку там дальше у нас переотбалансировали мне передние колеса сейчас свыше 120 они перестали бить это прям кайф еще попутно покрасил тормозные диски в черный термостойкая краска и соответственно суппорта часто все выглядит прям бомбезно красиво аккуратно там как и сзади сзади барабан у меня окрашены в черный напоминаю но вот такие вот изменения стоит прямо точный выхлоп кстати очень ну приятный у него звук сейчас еще и музыка играет рам ну песня не машина сейчас еще пройдусь всякими там быстрыми полироликами особенно chrome почище чтобы я уже туда приехал по месту и осталось полоснуть именно только машину потому что то всего лишь две мойки на экстос отдых и на красную поляну но которые мне известны вот и там соответственно много машин все проекты могут натирают и там этого не удастся сделать пока вот меня есть сколько тут три часа времени свободного минуту даже два хватит чтобы полностью машину провести порядок доехать сполоснуть и буквально минимальными там действиями и уже провести выставочное состояние как вы можете помнить кто ну на меня подписан давно посмотрел прошлого видос граунда там есть люди которые просто приезжают бросают машину грязно не мытый но как вот у меня сейчас вот вся вот такая вот загаженная вот тут стекла такие грязные диски сел в колодочной пыли неаккуратные я себе на даже ну на маломальской выставке такого позволить не могу чтобы у меня машина была как-то засрана вот и все эти мероприятия это в первую очередь складывается подхода самих участников вот в прошлом году как люди выставляли свои грязные ведра вот ну серьезно не обижайтесь так оно и есть вот а потом города блять машины плохие грязные некрасивые там тролли вали а вы начните себя и тогда фестивале будут более красочные машины будут более интересными ладно я заболтался и следующая серия будет уже именно про сам граунда не переключайтесь а и и и Субтитры сделал DimaTorzok